друзья привет наш сегодняшний герой kia soul согласитесь покупка соула даже в новом виде не совсем такое обычное решение все потому что сам автомобиль который впервые появился в 2008 году необычен то ли хэтчбэк то ли переднеприводный кроссовер что-то такое ну не традиционные на стыке жанров таков и автомобиль третьего поколения он производился с 2019 года причем производился у нас в калининграде на заводе автотор по полному циклу с со сваркой и окраской кузова а конкретно этот красный экземпляр мы позаимствовали в компании balt auto trade это дилер системы панга карс который занимается продажей автомобилей с пробегом ладо аргус с местами для поцелуев все соулы третьего поколения пока что конечно молоды пробег больше 150 тысяч километров у них редкость экземпляры достаточно свежие таков и наш автомобиль он 2021 года пробег всего 37 тысяч километров но несмотря на это нам уже есть о чем поговорить в плане надежности этой модели о ее долговечности о ее слабых каких-то местах и начну я с кузова давайте посмотрим что у нас с окраской и с оцинковкой окраска кстати не сказать чтобы совсем уж тонкая везде больше 100 микрон но ребята не на одной детали я не вижу на экране чтобы прибор показывал наличие цинка либо его здесь нет совсем либо очень тонкий слой и это на самом деле обидно потому что даже у младшего kia rio прибор определяет этот слой цинка достаточно уверенно здесь цинковая защита либо отсутствует либо она слабенькая так что прогнозируя будущее этот кузов не будет ставить рекордов долгожительства лет 10 12-15 он продержится точно ну а дальше как кому повезет есть у него и слабые места во первых это стыки бампера и кузова как переднего так и задние смотрим здесь вот эти вот места особенно на заднем крыле чтобы не была повреждена краска трень она повреждается здесь начинается коррозия не очень многочисленная отделка под хром такая блестящая но и с ней есть проблемы вот например обрамление противотуманных фар через три четыре пять лет могут спучиться помутнеть смотрим на это место есть свои вопросы и крышки багажника понятно что у любого из автомобилей с кузовом универсала она один из наиболее уязвимых элементов но здесь есть свои особенности взять вот это вот пластиковую накладку она является одним из характерных признаков очередных преемственности поколений соула но с ней есть такой нюанс она может контактировать с металлом кузова протирает здесь краску начинается коррозия так что смотрим на элемент стыка пластиковой крышки и металла чтобы здесь не было повреждений краски следующий момент вот такой вот симпатичный большой оптический элемент стоп-сигнал и в нем есть форсунка омывателя по неизвестной причине по неведомой науке причине трескается омыватель и трескается сама вот это вот пластиковая накладка в районе этого омывателя многие накладки за это менялись по гарантии в принципе ни на что это ну так кроме визуального какого-то может быть не самого лучшего восприятия это не влияет но тем не менее на это место тоже можно обращать внимание ну и раз уж мы оказались возле багажника покажу еще одну родовую черту автомобиля soul это такой вот двухуровневый багажник здесь пол можно расположить как внизу так и поднять его на второй этаж такая вот фишечка принципе неплохая сидя за рулем киа соу сразу понимаешь что автомобиль сохранил узнаваемые фирменные черты автомобили прошлых поколений здесь достаточно высокая посадка такая скорее карасоверной чем легковая и необычная архитектура интерьера с обособленной центральной консолью в стиле автомобилей мини ну в общем узнаваемые здесь все салон киа соу собран из небогатых но достаточно практичных материалов и быстро он не изнашивается если брать самые такие характерные места по которым видно пробег то это в первую очередь конечно руль он не лысеет но он существенно заполировывается это признак пробега около ста тысяч километров что касается обивки сидений то у дорогих версий соула она выполнена с использованием кожзаменителя и вот на боковых валиках сидений поверхность внешняя отделка этого заменителя со временем может потрескаться именно ее поверхностный слой до дыр дело не доходит но согласитесь не опрятник как-то тканевая обивка может быть более марки и менее практичны но она достаточно прочная а любое сидение в первую очередь подводит его набивка особенного опять же вот этих боковых валиков лет через пять она проминается идет складочками просиживается в общем не рассчитана на очень увесистых седоков и достаточно быстро может потерять свою форму электроначинка у соула тоже достаточно несложный поэтому каких-то системных больших проблем с ней не бывает но есть одна очень неприятный наверное особенность очень часто электронные компоненты начинают сбоить в мороз бывает что машина отогревается и все приходит в норму если этого по какой-то причине не случается можно попробовать вывести системы из-за набиоза скидыванием клеммы с аккумулятора перезагрузкой системы до более серьезных сбоев электронных компонентов дело доходит реже и обычно все это устраняется просто обновлением прошивок электронных блоков но вот что касается головного устройства такое помогает не часто у нас кстати не топовой версии здесь не самые крупные богатые головного устройства вот когда начинает сбоить она часто дело доходит именно до ремонта его железа могут потребовать замены какие-то компоненты в остальном по электрике что еще можно сказать ну достаточно часто отказывает обогрев сидений кнопочка его расположена возле селектора управления коробкой передач но не всегда ее нажатие приводит к желаемому результату а вот если начнут сбоить и терять ориентацию электропривода стекол то нужно первым делать проверить частоту их направляющих потому что автоматика есть очень чувствительно к легкости скольжения и любое препятствие может повлиять на ее работу сейчас я попробую это продемонстрировать вот мы поднимаем чуть-чуть положил руку электропривод сразу отыграл обратно так что еще раз следим за частотой направляющих чтобы они не сопротивлялись подъему стекла в остальном если электропривод в чистых направляющих ведет себя некорректно может потребоваться его адаптация если и она не спасает то как при лечении и остальных электронных блоков обновляем прошивку на нашем экземпляре стоит двухлитровый бензиновый атмосферник но начну я с другого двигателя самый популярный мотор у соула это двигатель 1 и 6 серии гамма мотор достаточно старый хорошо изученный и со своими конечно же серьезными проблемами а у кого их нет этот мотор в принципе при должном обращении и хорошем уходе вполне способен отработать не меньше 250 тысяч километров ну четверть миллиона практически до главное чтобы его не подкосил собственный же нейтрализатор который мало что расположен вплотную цилиндром двигателя так еще не отличается прочностью немало случаев когда его керамические соты крошится эти крошки попадает в цилиндры ну и дальше картина понятные задиры жор масла в общем картину маслом как говорится но здесь нужно сказать что острота этой проблемы во многом была снижена как раз к появлению этого мотора на соуле в 2019 году доработали как сам нейтрализатор он стал более прочный конструктивно так и переписали программу управления для того чтобы предотвратить догорание топливной смеси непосредственно в районе нейтрализатор что как раз и приводило вот к этим печальным последствиям в целом это конечно проблему полностью не устранила но она стала встречаться и позже и гораздо реже и тем не менее проверить нейтрализатор при покупке я настоятельно советую в остальном же мотор достаточно надежный помимо мелочей которые можно встретить на любом моторе ну например течь клапанной крышки или водяного насоса единственное после 100 тысяч километров на этом моторе требуется ручная регулировка зазоров клапанном механизме чего не нужно делать в другом двигателе вот в этом двухлитровом агрегате здесь стоят гидрокомпенсаторы поэтому никаких дополнительных операций делать не надо но из-за этого мотор более чувствителен к качеству масла в целом же этот двигатель относится к более современному поколению семейство точнее new и его общий ресурс может достигать 300 тысяч километров как и младшего мотора 1.6 эндоскопия камер сгорания после 150 тысяч километров показана и этому двигателю потому как нейтрализатор может подвести и его но вдобавок к этому на данном агрегате другой конструкции поршни они более изящные с тонкими кольцами легко перегревается кольца западают и в результате все те же радости в виде неуемного масложора но здесь нужно сказать что этим грешили моторы которые были до появления на совле потому что в 2017 году была серьезная ревизия этого двигателя появились масляные форсунки для охлаждения поршней и как случае с нейтрализатором это снизила остроту проблему отодвинул ее подальше за 100 там 100 плюс пост гарантийных километров но к сожалению до конца ее не устранила как и любой из двигателей соула этот мотор крайне чувствительны к тепловому режиму потому что при постоянных перегревах цилиндры элементарно идут эллипсом и опять же повышается расход смазки это еще одна причина масложора поэтому следить за состоянием радиаторов и промывать их хотя бы раз пару лет практически жизненно необходимы для этого автомобиля и напоследок еще об одном третьем двигателе соула этот турбомотор 1.6 он стоит на версии gt-line это тоже двигатель относится к семейству гамма и вдобавок ко всем его болячкам имеет и свои из-за больших нагрузок выходит из строя поршни ломается турбина вытягивается цепь через 100 150 тысяч километров на зависимости от того насколько интенсивно вы будете нажимать на педаль газа а из-за того что этот двигатель в отличие от двух остальных оснащен непосредственно впрыском топлива ожидаемо нагаром зарастает впускные клапаны так что из всех трех двигателей соула я пожалуй наименее буду рекомендовать именно 1.6 turbo еще и потому что именно с этим турбомотором стыкуются семиступенчатой роботизированной коробкой передач тоже не самый удачный агрегат у соула его сцепление могут потребовать замены уже через 50 70 тысяч километров а вдобавок изнашивается примерно на том в пробеге плюс-минус и двухмассовый маховик тоже не дешевую деталь скажу я вам удивительное дело но и шестиступенчатая механическая коробка передач на соуле не образец для подражания ближе к 100 тысячам километров может выйти из строя не только вжимной подшипник но и потечь сальник первичного вала масло попадает на сцепление она пробуксовывает в очень все характерные такие признаки данной неисправности после 150 тысяч километров очень часто устают подшипники валов и так даже может снизиться четкость переключения передач но это вопрос исправляется очень легко у коробки тросовый привод нужно просто всего лишь регулировка сцепление как правило выдерживает не менее 120 140 тысяч километров но такой среднестатистический показатель нормально у соула есть и 3 коробка передач которую я вполне могу рекомендовать это вот этот вот шестиступенчатый гидромеханический автомат он классической конструкции тоже с тросовым приводом и стал достаточно надежным почему стал но потому что автомат появился еще в 2009 году и тогда страдал целым букетом детских заболеваний но с тех пор претерпел большое количество модернизации стал надежнее и вот в нынешнем виде на этом соуле он вполне способен отработать и четверть миллиона километров главное что за ним нужно ухаживать и аккуратнее ездить потому как аккуратнее не агрессивно потому что агрессивная езда сокращает ресурс этого агрегата довольно существенно изнашиваются блокировки коробка перегревается и в первую очередь от этого страдает система гидроуправления и и гидравлика поэтому вне зависимости от пробега изначального с которым покупается подержанная машина и состояние коробки масло в этой коробке лучше менять каждые 50 тысяч километров это залог ее здоровье после 80 100 тысяч километров часто теряют герметичность пыльники валов здесь они в прекрасном состоянии поэтому пока за сохранность шрусов можно не волноваться ног пробегу 100 тысяч километров нужно этот узел поглядывать почаще в остальном же соул базируется на платформе на тележке k2 это достаточно распространенная платформа на ней например базируется и киосит но соул использует самую простую ее версию задней упругой балкой здесь немного рычажка поэтому задней подвеской здесь достаточно надежно неприхотливо и долговечно единственное что в ней приходится время от времени менять это амортизаторы при пробеге около 150 тысяч километров и на этом же либо чуть большем пробеге могут износиться саленблоки балки передней подвеской чуть сложнее но тоже в принципе условно сложный конечно здесь стоит обычный макферсон причем эта конструкция уходит корнями 2008 год ну к солу первого поколения после чего она просто при выходе каждого следующего поколения немножко там видоизменялось форму рычагов и так далее подвеска тоже достаточно надежно рекордов ходимости она не ставит но сильно и не сыпется проблема обычно начинается с банальных стоек и втулок стабилизатора их приходится менять после 50 60 тысяч километров но неплохие уже цифра до согласитесь шаровые опоры рычагов начинают постукивать ближе к 100 тысяч километров рычаг кажется неразъемным но в принципе шаровая опора здесь меняется отдельно выпрессовывается ставится новое после 120 150 тысяч километров могут подустать амортизаторы и их опорные подшипники ну собственно и все рулевой механизм у сова в целом достаточно надежный к рейке обычно вопросов не возникает достаточно долго даже рулевые наконечники способны продержаться поставив своеобразный рекорд до 100 тысяч километров рулевые тяги иногда дотягивают и до 150 тысяч километров но стуки в рулевом управлении в районе 80 100 тысяч километров все-таки возможны но их источник не рейка а рулевой вал на котором есть карданчик так вот крепление этого карданчика со временем просто ослабевает его нужно потянуть элементарно протечки масла это банальный но достаточно часто встречающиеся проблемы моторов вот и здесь мы видим следы масла это явно моторное масло нет трансмиссионное скорее всего подтекает или потеет сальник коленвала ну на пробеге 37 тысяч конечно рановато случается всякое тормозная система в целом каких-то особых проблем не доставляет но опять же в силу того что она здесь достаточно простая но и единственные при условии ее периодического обслуживания суппорта нужно очищать направляющие смазывать тогда тормоза прослужит верой и правдой долго единственное в чем можно упрекнуть соул передние тормозные диски изнашиваются довольно быстро и иногда требуют замены всего через 50 тысяч километров на нашем автомобиле напомню пробег 37 и бурт здесь уже достаточно заметный поэтому при обновлении дисков может быть имеет смысл вместо оригинальных поставить диски от именитых специализированных производителей и на цене можно сэкономить и ресурс будет побольше целом kia soul 3 поколения стал надежнее своего предшественника и в основном благодаря тому что стали менее проблемами его основные агрегаты базовые моторы конечно они не без греха об этом тоже нужно помнить но а наименее удачно у этого автомобиля turbo версия подписывайтесь на наш канал и не забывайте что журнал за рулем есть во всех соцсетях